Итак, у нас есть психическое тело, оно активное, живое. Оно связано с людьми, когда мы любим людей, мы социально сильными становимся. У нас есть душа, духовное тело, когда мы любим Бога, мы тогда способны побеждать свою судьбу, можем преодолевать препятствия жизни с помощью этой силы любви к Богу. Когда мы любим природу, мы становимся здоровыми. Так человек функционирует гармонично в этом мире. Но для того, чтобы гармонично функционировать, надо еще разобраться, куда ты попал, то есть в какое тело. То есть тонкое или психическое тело бывает разным у мужчины и женщины. И поэтому мы с вами еще немножко об этом поговорим. Итак, мы поговорили с вами о чувстве собственного достоинства. Это часть психического тела. Оно пронизывает все наше существование. Следующая часть, которая пронизывает все наше существование, называется ум или тонкое тело ума. Манас на санскрите называется. Мы как бы упростили это понятие. Ум для нас это думать, мыслить, помнить настроение, характер. Это все ум. Но ум также это психические каналы, чтобы мы знали, по которым движется психическая энергия двух типов. Одна из них дает силы психике человека. Эти каналы называются нади. Они наполняют психику нади. Психику наполняют жизнью. А другие каналы, называются шротасы, они наполняют наше тело жизнью. И вот эти шротасы, каналы, которые окутывают сердце, печень, психические каналы, они наполняются от природы силой. А нади психические каналы наполняются от людей. Если ты с людьми нормально, то ты психически будешь крепким. А если ты замкнут от людей, от горожан, психически будешь слабым. Если ты с природой связан, ты физически будешь крепким. А если от горожан, слабым. Видите, как важно все эти вещи знать. И сразу диагностировать из себя, чего вам где не хватает. Тонкое тело ума имеет чувство. Каждое чувство имеет очень важное значение в жизни человека. Их всего пять. Чувство слуха, чувство тактильное чувство, чувство зрения. Чувство вкуса, чувство обоняния. У ума есть чувства. Есть органы чувств. Органы чувств принадлежат грубому телу. Глаза, уши. А чувства принадлежат психике. И смотрят именно чувства, а не глаза. Но чувства смотрят через грубое тело. Но могут смотреть и напрямую. Допустим, Ванга, у нее не было глаз. Они были нарушены. Но она видела все вокруг. Тонкое психическое тело может смотреть и слушать напрямую. Без ушей, без глаз. Но это очень трудно. Научиться этому надо. Для этого владеть своим тонким телом. Чувствовать его. Вот допустим, если вы закроете глаза, вы увидите темноту. А человек, который способен овладеть тонким телом, он видит другую реальность. Вот я закрываю глаза и должен видеть другую реальность, если я полностью овладел тонким телом. Эта другая реальность означает, что сидят те же люди, но я вижу их психически, психическим зрением. Не грубым зрением, а психическим зрением. Я знаю людей, которые способны на это. Такой человек видит у людей уже не просто внешность, а также видит болезни этих людей, характер. Это психическое зрение. Можно смотреть на человека, можно понимать, в этом случае он женат, не женат. Когда развелся, что сделал с человеком злитким. Примерно можно догадаться, это психическое зрение. И все люди, в принципе, этим владеют. Некоторые навыки человек получает от природы. Например, девушка, она точно знает, кто ей интересуется и как. Вот она смотрит на человека, на мужчину и точно знает, он интересуется ей или нет. Это дано ей от природы. Я проводил эксперименты. Допустим, девушка мне понравилась, я просто думаю, красивая. Она раз поворачивает, смотрит. Кто так подумал? А этот уже старый. Не подходит. Ну, то есть, понятна система. Так работает. Девушки, поднимите руку, у кого вот так получается? У всех? Что, кто не поднял? У всех получается? Так, это вас наделила природа этим? Допустим, мужчина идет, и девушка идет, и он не видел еще лицо ее, и он думает, надо посмотреть ей в лицо. Почему он так думал? Потому что он чувствует, что она ему понравится. Это тоже тонкая энергия. Лицо же это грубая энергия, а есть тонкая энергия еще. Я смотрю с ней вслед, ничего в ней нет. Только я смотрю, глаз не отвожу, гляжу, глаз не отвожу. Песня есть такая. Это тонкая энергия, невидимая. Так действуют чувства. Чувства воспринимают этот мир, пытаются с ним разобраться. И мы должны тоже с чувствами, с нашими разобраться. Прежде чем с ними разбираться, я вам скажу, что есть еще, кроме чувства собственного достоинства, одна часть нашего тонкого тела. Если оно неправильно настроено, оно делает нас несчастными. Запомните. Мы должны с помощью знания правильно настраивать все время свое чувство собственного достоинства. Иначе мы становимся несчастными людьми. Дальше есть психическое тонкое тело ума. Это остов человека. У него есть чувства, каналы психические. Все питается психической энергией. Каждый орган питается психической энергией. И каждый орган имеет свой характер. Сердце питается добротой, печень питается волей, силой воли и так далее. Каждый орган какой-то энергии. Если не хватает человеку доброты в жизни, сердце болит. Не хватает решимости, печень болеть начинает. И так далее. И так далее.